Божаю здоровья, шановные украинцы! Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Наконец-то можно сказать, что нам удалось вывести силы Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. Тот, который нам сейчас действительно нужен. Теперь у наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство-террорист наносит, не различая праздник или будни. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать наше государство и украинцев. За время, после моего визита в Соединенные Штаты, две недели назад, в нашем дипломатическом марафоне было уже более 20 этапов. Это мое общение с лидерами Германии, Швеции, Японии, Хорватии, Испании, Латвии, Турции, Франции, Дании, Румынии, Канады, Норвегии, Британии, Нидерландов, Израиля, Греции и Индии. Плюс мои первые переговоры в этом году с президентом Еврокомиссии, плюс постоянные контакты с представителями США. К примеру, сегодня в Киеве была делегация Сената, а также состоялся разговор министров обороны Украины и Соединенных Штатов. И сегодня же объявлено о новом и очень мощном пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые мы получим бронированные машины Брэдли. Это именно то, что нужно. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты, новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США почти 3 миллиарда долларов. Я благодарю президента Байдена, благодарю конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу и знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину во время моего визита в Вашингтон. Мы видим абсолютно конкретные результаты этого визита и наших переговоров. Значительный шаг вперед сделала Германия на усиление безопасности не только Украины, но и всей Европы, прежде всего, всего региона, граничащего с Россией. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это непосредственная работа по деэскалации здесь и сейчас. Чем меньше будет возможности у России терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал российской агрессии. Я благодарю господина канцлера Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО «Патриот». Вместе с блестящими немецкими «Айрис Ти» «Патриот» сделают украинское и европейское небо более безопасным. Также сегодня с господином канцлером мы обсудили другие аспекты нашего оборонного взаимодействия, в частности, 40 мардер и другие вещи, которые необходимы, чтобы остановить российскую агрессию. Очень важный разговор был сегодня с премьер-министром Японии Кисидой. Япония по итогам прошлого года стала лидером среди азиатских стран по защите свободы и международного права. Уверен, что и в этом году, особенно с учетом начавшегося с января председательства Японии в группе семьи, сможем вместе сделать еще больше для нашей общей безопасности. Собственно, сегодня мы согласовали приоритеты сотрудничества в этом году. И я благодарю господина премьер-министра за очень серьезный пакет энергетической помощи, мощные генераторы для нашей страны и людей. Можно назвать стратегическим и сегодняшний мой разговор с премьер-министром Швеции. Сейчас началось председательство Швеции в Совете ЕС. И мы рассчитываем именно во время шведского председательства выйти на начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе. Это важный мотивационный элемент для Украины и всех европейцев. Несмотря на любые попытки России дестабилизировать Европу, мы вместе становимся еще сильнее во всех аспектах, в том числе институциональных. Итак, на сегодняшний день для Украины больше ПВО, больше бронетехники, впервые западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. А это все означает больше защиты для украинцев и всех европейцев от любых проявлений российского террора. Рашизм должен проиграть в этой войне, во всем и всюду. На земле, в небе, на море, в энергетике, в экономике, в политике и, наконец, на скамье подсудимых в международном трибунале за эту агрессию против Украины. Каждый день мы вместе с партнерами приближаем этот приговор для террористов. Каждый день мир становится ближе. На следующей неделе продолжу наш дипломатический марафон. Сделаем Украину еще сильнее. Я благодарю всех, кто защищает наше государство. Спасибо всем, кто удерживает Бахмут и Донецкую область. Всем, кто двигается вперед в Луганской области. Всем, кто удерживает юг. Всем, кто защищает наше небо. Дорогие украинцы, пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности. Слава Украине!